В современном мире, при его бешеном ритме, мы не всегда успеваем порадовать своих домочасов вкусной домашней едой. И нам на помощь всегда приходят рестораны. Но для чего мы туда ходим? Чаще всего мы туда идем как раз-таки за той самой едой, привычной и вкусной, но в профессиональном исполнении. Но мы никогда не задумываемся, как же на самом деле состоит та внутренняя кухня. Всем привет! Меня зовут Полина Долинская, и эта программа «Испытана на себе». Сегодня в рамках нашей программы мы зайдем на кухню, мы побудем официантами и узнаем, что же такое быть обслуживающим персоналом. Будьте с нами в течение всего эфира и узнавайте с нами новые профессии и много нового. Рабочий день для каждого сотрудника ресторана начинается задолго до его открытия. В начале смены каждый сотрудник приводит свое рабочее место в порядок. Официанты следят за тем, чтобы столы были убраны. На каждом был набор чистых салфеток, стойки с информацией об акциях. Повара холодного и горячего цехов подготавливают ингредиенты, необходимые для блюд. То же касается и бармена с баристой. Перед открытием менеджер проводит планерку для всех сотрудников. Информирует о новых акциях, плане продаж на день, об отсутствующих блюдах, если таковые имеются. Делят зал на зоны обслуживания для официантов. После этого каждый занимает свое рабочее место. Каждый сотрудник заведения общественного питания выполняет множество функций и несет огромную ответственность как перед гостями, так и перед своими коллегами. Практически во всех ресторанах встречу посетителей начинает администратор или хостес. Мы, получается, хостесы, то есть администраторы зала. Наши обязанности входят в то, что происходит, контролировать в зале. То есть это работа официантов, своевременная подача блюд. Также за чистотой зала тоже мы, так скажем, наблюдаем. Далее в нашу обязанность тоже входит бронирование столиков. То есть гости звонят на телефон, мы бронируем, узнаем точное время, количество персон, имя или же фамилию, что будем бронировать, и номер телефона. А также события, да, если у них там какой-то праздник, юбилей? Да, это тоже обязательно отмечаем. Вот. Это планшет, куда мы, собственно, записываем брони. И встречаем мы здесь. Соответственно, встречаем, узнаем, сколько их будет персон, провожаем до столика. Вот мне всегда было интересно, по какому принципу администратор выбирает столик, за который посадить гостей. Ну, сейчас, понятное дело, еще как бы никто не подошел, можно за любой рассаживать. А потом, когда людей будет все больше и больше, за любой свободный? Вообще это всегда зависит от количества персон или же пожеланий гостей. А что еще входит в мои обязанности? Меню я, так же я подаю? Или это уже... Да, да, зависимость от того, сколько будет человек. Вот, далее. А также входит в обязанности проверять гостевые уборные, держать их в чистоте. Вот. Если имеется грязная посуда, то также можно помочь официантам ее убрать. А еще такой вопрос, что касается регулирования конфликта, если не справляется официант? На самом деле ситуации, как я уже ранее сказал, бывают разные. Все зависит от ситуации. То есть, бывает такое, что, допустим, то же самое, что наши гости, бывает такое, что там перебирают с алкоголем. Вот. И нужно более найти, так скажем, подход к гостю, чтобы дать некое понятие, объяснить то, что, допустим, гость не прав в какой-то определенной ситуации. Но, опять-таки, в зависимости от ситуации. Здравствуйте. Здравствуйте. А сколько у вас будет? Ой, пройдемся. Администратор – это лицо ресторана. Он взаимодействует со всеми подразделениями, так как каждый из них вносит свой вклад в бесперебойную работу ресторана. Есть еще один сотрудник, который всегда на ногах, и это официант. Именно он вступает с посетителями в тесный контакт, формируя общее впечатление о ресторане. И если общение с официантом оставило у гостя неприятный осадок, исправить это будет крайне сложно. Можно сказать, что официант – это тот, кто задает правильный тон. Полина, знакомься. Это Арсен. Арсен у нас работал уже три года. Он наиболее такой опытный официант, который будет сожировать тебя сегодня официанта. Сегодня будешь принимать столики. То есть сначала примет Арсен, ты послужишь, как все это пробивается, и потом уже будешь пробивать ты и принимать столики сама. Все, хорошо. Все, отлично будет вопрос. Спрашивайте. Все, спасибо большое. Арсен, у меня вот сразу будет вопрос, пока я думаю, у нас есть пару минут до следующего заказа. За три года много было разных ситуаций, связанных с работой. Расскажи. Во-первых, работа с людьми требует очень много сил, отдачи и энергии, как физической, так и эмоциональной. Эмоциональная больше. Да, вот как всегда быть улыбающимся официантом, которому хотят люди приходить и оставлять чаевые, но и при этом еще и даже когда клиент неправ, он делает так, чтобы он думал, что прав. Я эмоции плохие показываю тебе. Есть ли какие-то фишечки, чтобы сразу к себе расположить столик, потому что вы будете партнерами в течение всего вечера? Улыбаться просто нужно больше, и все. Как давно пришел в эту профессию? Что было самое, наверное, сложное? И, может быть, самое яркое, что ты запомнил? Самое яркое? Я не особо разговорчивый, потому что мне вот это вот самое сложное с официантом было работать. Много говорить нужно, эмоции положительные показывать. Я не особо это умею. Я заметила, что официанты, когда принимают заказы по ресторану, они это записывают в уме? Некоторые, да. Но если можно запомнить, то да. Я видела один из лайфхаков, которые используют официанты. Они в своем блокноте рисуют стол и делят его на части, то есть на количество гостей. И каждому гостю присваивают какое-то обозначение. То есть это может быть G – женщина, M – мужчина, R – ребенок. И уже по вот этим секторам записывают, кто что заказал. Нет, у каждого неудобно. Вдруг они больше заказают там не в месяцах. Можно просто линию делать, чтобы у каждого гостя по очереди. Неважно, мужчина, женщина. И еще такой момент, вот можно на конкретном столе, допустим, провести. В какую сторону мы считаем первого гостя? По часовой или против? Или шашечками как-то? Сначала с детей начинаем. С детей? С детей, женщины, мужчины потом в конце. Ну и хозяин стола – самый последний. А как определить, кто хозяин стола? Самый старший. А, то есть это все равно видно уже как-то на уровне интуиции. Официант является одной из ключевых фигур ресторана. От его работы зависит не только выручка, но и то, какое впечатление производит заведение. Начиная от внешнего вида, компетентности и умения расположить к себе, зависит, станет ли клиент вашим постоянным посетителем. В обязанности официанта входит сервировать столы, контролировать чистоту, состояние и комплектность посуды, приборов, салфеток на столах, знать все позиции меню, основные и сезонные блюда и напитки, предоставлять посетителям качественные консультации в отношении особенностей блюд и напитков, их идеальная сочетаемость, принимать заказы у посетителей, подавать блюда и напитки, принимать меры по разрешению возникших у посетителей проблем, создавать в заведении атмосферу гостеприимства, предоставлять гостям счет и получать за это оплату. Каждого официанта, даже стажура, на первых порах, конечно же, спасают акции. Пока вы говорите с клиентом у вас и каких-то сезонных предложений, во-первых, вы располагаете к себе самого посетителя, а также у вас есть возможность точить навык коммуникации, потому что самое главное правило – официант всегда должен быть общительный и в чем-то даже собеседник, но при этом не навещиваясь. Давать рекомендации клиенту нужно крайне деликатно. Важно, чтобы у него не осталось впечатления, как будто бы его принуждают заказать то или иное блюдо, особенно если у него еще и высокая цена. Зачастую у гостей ресторана это вызывает неоднозначные эмоции, поэтому официанту следует привести максимально убедительные доводы в защиту своего искреннего совета, акцентировать внимание на качестве и эксклюзивности. Хороший официант – это хороший психолог, тонко чувствующий настроение посетителя. В ресторане с превосходным сервисом клиенту не придется крутить головой в поисках официанта, который где-то запропастился. Сотрудник по поведению и взгляду гостя поймет, когда ему действительно нужна помощь. Следить за чистотой в зале также входит в обязанности официанта. Необходимо не только убирать посуду от съеденных блюд, но и быстро убрать со стола после ухода клиента, чтобы подготовить место для нового посетителя. Поехали! Субтитры делал DimaTorzok Данная дверь используется только на входе. В этой зоне остается грязная посуда, после этого ее загрузят в посудобочную машину. В случае, если что-то было пролито на поднос, поднос, он также, как и моя форма, в течение дня, это будет лучшее стремление. Он протирается и оставляю его с собой. Лёд тоже выкидываю? Лёд тоже выкидываю? Лёд тоже всегда. А это куда? Лёд тоже выкидываю? 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 Они могут это посоветить. Да. На кухню, на салат. Вот так. Спасибо, девочки. Пойдемте готовить, я лучше. Следующая ресторанная позиция – бармен. Его профессия – одна из самых творческих. Чтобы создавать оригинальные напитки, нужны не только знания и опыт, но и креативное мышление, развитая фантазия и тяга к экспериментам. Кроме того, хороший бармен – это еще и приятный собеседник, который знает, когда можно рассказать забавную историю, а когда стоит молча выслушать клиента. В распоряжении этого сотрудника целое производство. Холодильники, моечные машины, блендеры, миксеры, а также множество другой техники для приготовления коктейлей. Целая батарея барного стекла, таких как стаканы, бокалы, фужеры и рюмки и, конечно же, дорогие напитки. Последние представлены иногда сотнями видов. Дальше. Так. Дальше. А, это была ошибка держать его прямо за это. Это было очень интересно. Апельсинец, апельсинец, Вот уже добавлен. И соки облачные. 90 миллилитров. Не, это надо еще подогреть. А, еще подогреть? Да. Вот это музыка. Вот это музыка. И, конечно, шарик. У нас сразу после каждого на него побежались, да? Да. Дядя сюда. Да. И вот, опять сюда. Доставка готовых блюд – это еще один из способов привлечения клиентов. Нередко многие коллективы, организации или же просто потребители, устраивая мероприятия, накрывают столы любимыми блюдами из ресторанов. Здесь также, как и при обслуживании в зале, есть свои нюансы. Во-первых, нужно своевременно среагировать на поступление заказа, внимательно уточнять детали и блюда, информировать о стоимости и времени доставки. Ну и, конечно же, доставить блюдо в том виде и той температуры, которую бы посетитель получил, закажи он это блюдо, сидя в зале ресторана. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, это Гринбар Шашлаков. Я звоню для подтверждения заказа. По адресу Аммусова 10. Все верно? Алло, вы меня слышите? Здравствуйте, Афанасий. Я звоню из бара Шашлаков для подтверждения заказа. Номер телефона, который указан как контактный – 999-060-11-23. Все верно? Адрес Аммусова 10. Это частный дом, организация или же квартира. Вы выйдете. Без бара Шашлаков, позвоните. Ваш заказ составляет 2 бурита. Верно? Сумма к оплате 638 рублей. Все верно? Доставка по центру города бесплатная. Покажите, пожалуйста, как вам будет удобнее, залегчить оплату. Без наличных или наличных расчетов? Без наличных. Время ожидания составит 1 час 30-1 час 40 минут. Вы готовы ждать? Да, а пристал. Все хорошо, Афанасий, ваш заказ подтвержден. В течение 1 часа 30-1 часа 40 минут ваш заказ будет у вас. Предварительно передам к Еру, чтобы он позвонил вам для того, чтобы вы встретили. Смотрого, хорошего дня. Как он пробивается, если нету столика? Столики у нас с 30-го начинаются. Так как у нас 28 кулок, то мы можем доставку, 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 пробивать. Пишем первый. А, лингвозь. Мы пробиваем с предпослуживанием под буритом. Да, это у нас доставка под буритом. Доказали, буритом у нас находится в горячем блюду. Ббиваем буритом. Будете две штуки? Дет, по-прежнему. Да, ну, мне публикует пробити. Все, хорошо. В танкишин группу, а мы, ну, я уже был депутат. Это была депутат, а мы с вами депутат. Все хорошо. Там же в этой группе я должна провести, чтобы у них был депутат. Не, после этого надо будет писать. Ну, я надеюсь, что я буду пожелать. Ну, хорошо. На самом деле, друзья, ничего сложного этого метода. Самое главное, конечно, разговаривать с клиентом, задавать больше уточняющих вопросов, если вы сомневаетесь или не уверены, и тогда вероятность того, что вы достигаете ошибку, она значительно связывается. Самое время проверить, как там заказ моего клиента. Сомневаетесь. Десерт вам подойдет сразу или есть какое-то время? Сразу рассчитать и после. Посмотри, я на десерт. Матурик, он готов? Добавим десерт. Матурик, он готов. Матурик, он готов. Матурик, он готов. Матурик, он готов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, это было испытание нас обслуживающего персонала. Друзья, попробовали в разных профессиях и попробовали себя в работе с людьми. Вы сами можете видеть, что эта работа очень непростая, она требует большой отдачи. Но самое главное, конечно же, довольные клиенты, постоянные посредители, которые и делают эту работу как бы замечательно. Субтитры сделал DimaTorzok